Добрый день. Спасибо. Для меня большая честь. Александр, расскажите, пожалуйста, о Вашем детстве. Как все начиналось? Все дело в том, что я общественную деятельность занимаюсь в 89-м году. После того, как я попал на Ближний Восток, в Крым, в Израиль, в других странах Ближнего Востока, где я служил, работал и так далее, то же самое общественными делами занялся. Вы знаете, что я учредитель, создатель многих общественных организаций, конгрессов, форумов, ассоциаций, а также естественные экономические форумы, а также естественный бизнес, экономика, то есть без этого естественные общественные работы не могут быть. Вы знаете, что я возглавляю на пост восточной Европе, на Сан-Гелу, на Сан-Гелу, на Сан-Гелу, на Сан-Гелу, на Сан-Гелу, на Сан-Гелу, на Сан-Гелу. Сан-Гелу, на Сан-Гелу, на Сан-Гелу. Что это за фонды, что это за организации, вы прекрасно знаете, вы каждый день, спасибо вам, общайтесь с нашими иностранными друзьями, партнерами. Вот у нас сейчас несколько бизнесов, все вышли, мы проводим на Южном федеральном округе, где вы будете свидетелем, куда вы приезжали в Сочи, а также Краснодар, Краснодарский край, Крым, Севастополь, а также Ассоцией, не знаю. Это очень интересно, Александр. Возвращаясь к вашему бэкграунду, вот пару слов о юности, какие были мечты в детстве, кем хотели стать? Я родился, вырос в Грузинской ССР, в городе Улисси, мои родители покойные были служащими, отец мой был главным ревизором, контролером, кроме финанса, Грузинской ССР. Мама моя была врачом. Я в детстве воспитывался среди таких личностей, как мною был обожаемый мой учитель Геннадьевич Ленинков, а я учитель Константин Вячеславович Ленин, когда в этом году, вот как я попал в Российской Федерации с 1984 года, учился, вы знаете, в многих вузах Советского Союза, в том числе МГИО, МГУ, где я закончил, а также в Саратове, в Саратове я закончил, в Академию юридическую, и также в Израиле я защитил психологию университета Барилан, где, вы знаете, я и врачом успел поработать. Но все время я тянул на общественную работу, и везде я владею шестью языками, я везде помогал и помогаю нашим соотечественникам. Конкретно в этом году, 20.02.2020 года, в 2 часа дня, обратите внимание на число, на время, на дату, это все, 2, 2, 2, 2, 2, все, у нас идет 2, 2. Мы в городе Санкт-Петербурге учредили, создали, создали, куда бы тоже приезжали вместе с Сергеем Викторовичем, в Барьяновом федерации соотечественников, проживающих за рубежом, за рубежом, друзья Израиля. Там же мы приняли решение в сентябре месяце создать Агентство народов мира. В сентябре, в связи с пандемией, что была закрыта Российская федерация, в частности, Южный федеральный округ, мы приняли решение перевести его на ноябрь месяц, где мы с вами, с вашей помощью, с вашей академией, в дипломатическом успешном победе съезд форум, где вы были свидетелями, и участвовали 21 народность из 12 стран мира, остальные 70 стран, где наш Агентство успешно представлено. Все были на зоом-конференц-связи, которые через видео, кто посреди скайп-связи выступили, поздравили, поддержали наш Агентство. Да, это было очень эффективно и интересно. А еще расскажите, пожалуйста, более подробно о первом съезде народов Альянса в Сочи. Тут успешный форум ЛОО, где прибыло очень много гостей из-за рубежа, и единственное, что смогла даже приехать Лариса Штадлер из Израиля. Сложно ли было подготовить этот форум? Какие были трудности в связи с пандемией, с ограничениями? Моя легендарная личность, мой уважаемый, перед ней я преклоняю голову Ларису Штадлер. Мы встречали ее, она приехала через три страны. Из Тель-Авива прилетела в Сталбулыск, там была Москва из Москвы. В Сочи привезла большое количество приветствий, альянсов, привезла очень много. Коллектива из Бурятии, других странах, мы видели все эти национальные костюмы, которых она разглавляла, все эти диаспоры, все эти кружки народные и так далее. Лариса Штадлер у нас является как главой Кодемиевского Совета, также как среди студентов Альянса народов мира по созданию и учреждению нашего альянса. Альянс народов мира, каким он писал, сегодня благодаря Ларису, благодаря Ларису, благодаря Ларису, благодаря Ларису, благодаря нашей семье, как называемый гейнцам народов мира, представлены в более 70 странах. И последние мы тоже были свидетели, то есть Северная Корея, и в Нужной Корее тоже подписали договоренность через Федерацию для всех жителей, просто от мира. Сам лично Дмитрий Константинов с ним не давно встречался, подписали в Меморенду, по сотрудничеству, в том числе и с ним. Северная Корея